ну что дорогой отдохнули мы наконец-то настройки что мы с тобой сегодня будем делать расскажи пожалуйста сегодня наконец-то репортаж со стройки наконец-то да идем на лестницу сейчас покажу что хотим сделать как это часто у нас бывает мы решили делать что-то одно а потом начинаем делать что-то другое так и здесь хотели мы заняться тем чтобы разбросить провода но приехали с отпуска дети начали бегать по стройке мы решили что небезопасно бегать вот так вот по лестнице что нужно сделать какое-то ограждение раньше у нас тут лежали кирпичи которые мы использовали на простенке сейчас этих кирпичей нету детвора приходит начинает беситься поэтому мы подумали и решили сделать черновой вариант наших вот этих вот лестничных перегородок простенка в нашем мини коридорчике или кладовка под лестнице как-то называется я не знаю в общем купили мы сегодня доски и будем сейчас всю эту конструкцию лепить приехали за досками что у нас тут по ценам можно прям тут на месте еще и попилить ее такой нам надо получается один шеврон стоит 8 евро 50 сантимов за метр в 2 83 2 83 нормальная изначально мы хотели это сделать попозже чтобы было нам удобно носить гипсокартон но как говорится здоровье дороже поэтому лучше мы перестрахуемся сделаем какое-то временное такое ограждение а дальше уже посмотрим как будем делать все это дело в финале так ну что заодно есть у нас возможность опробовать наш перфоратор в деле сегодня кстати мы ездили за досками и доски 4 метровые в машину влазит только три метра и я прямо в магазине пилил пилой на аккумуляторе доски очень удобно рядом люди стояли пилирую пилили руками а я уже с использованием аккумулятора так где наш аккумулятор но аккумулятора хватает на самом деле не так чтобы насильно долго да вот мы с тобой пользовались прошлый раз буквально несколько чем ты пользовался до перфоратором буквально несколько дырок и уже всего лишь два деления заряда ну что-то мне кажется да он нормально ну да и честно говоря сначала относился как-то ко всем этим инструментом на аккумуляторах что-то вроде баловство какое-то на самом деле она довольно прилично работает все хватит наверное займемся моим любимым делом надо подмести это все знаешь артем я до сих пор не купила совочек как можно без совочка это все собирать почему мы в магазине когда с тобой приходим мы забываем про то что это нужно приобрести потому что так же не удобно это да я собираю в мастерок в комментариях кто-то писал зачем вы сделали пол а потом делаете дальше отделочные работы но вообще мы в принципе любим работать в чистоте мы же не такие что прям строители строители и вот и мы пол сделали кстати швы не замазали но я чуть-чуть замазал одну часть мы замазали а здесь нет и вот этот мусор который вечно забивается в эти щели не но само собой мы когда будем делать стены шпатлевать красить мы это все застелим пленкой и я уверена что будет все нормально ну да не вообще удобно ложить кафель мне кажется когда нету не простенков не дверей ничего ты просто по чистому полю его положила потом сделал перегородки но говорят так не делают а мне кажется что это удобно ну видишь делают кто это делает кто не такие кто это делает так а что что мы купили мы купили вот такие вот доски эти доски называются шевроны размер досок какой шевронов то есть там 63 на 75 что такое вроде неплохо самое интересное что тоже кто-то писал типа что стропила какие-то слабенькие мне там писали вообще что у нас их нет стропил что-то такое было нет вообще я о другом когда вы приходите в магазин вот если вот такой обычный строительный небольшой магазин то там в принципе и нету каких-то других досок есть вот такой размер шеврон помощь 63 на 75 что-то типа того есть то что набивается поперек называется ли то обрешетка она что-то 27 на 36 или 27 на 27 и есть еще каких-то пару видов досок и все и в принципе ничего другой магазине найдете можно конечно поехать на какой-то специально вот эту вот базу где продается много-много досок там есть конечно всякие типа размеры и так далее но это нужно искать это не так просто а так обычно мы выбираем вот что-то стандартное так вот сейчас все удобно с этими лазерами раньше было всякие уровни длинные отвесы сейчас раз раз и все видно где ровно день и ровно но мы сегодня еще доски выбрали такие что в принципе ровные так в общем снизу так снизу она где значит чуть 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 неровная сама доска а так вот не сверху ровно одинаково вот так значит так и рисуем мы тут кстати думали что у нас эту лестницу украли она стоит на самом видном месте как то обычно бывает а мы ее ищем ищем и не можем найти я машину наверно пока мы где-то были наверное и украли он думали что ее украли еще до того как окна вставили настолько мы потерялись вообще давно мы и не пользовались так ну чё здесь мы наверно в этом месте перережем и дальше надо нарастить аж до самого потолка идут на разведку не шиповое соединение я когда вот это вот с досками работы делать эти шиповые соединения все время вспоминаю уроки труда в школе как нас там учитель заставлял все эти шиповые соединения прям идеально были чтоб все заходило как по маслу но так у меня это никогда не получалось мне кажется вот здесь нам не будет хватать нашей торцевой пилы электрической вот этой на аккумуляторе конечно ровно так не отпилишь может это не надо сильно ровно было я уберу вот это так сейчас подожди я думаю так так кажется что я это уберу убирай осталось всего три камушка вот так вот мы обычно работаем вас вообще никакого мусора нет ничего не остается чик чик так нужно подмести вставляем верстак у нас тобой божественный верстачок вот все время кстати жалко вот денег на всякие верстаки модные там зажимы а в итоге она прикольно наверное работать где мой угол в каком-то итоге конечно прикольно ну так тоже нормально смотри он как иногда ролики смотришь в интернете как строят всякие там американцы у них там чё только нету какого оборудования и и и даже свои экскаваторы ну сколько сделано сделаем сантиметров десять там не опять подметать что ли ну да где мой робот пылесос ты мне сказал что будет у меня робот пылесос вряд ли поможет строительный пылесос а тут помог бы сейчас типа шипа сделаем сюда ко мне подвинем далеко не но она не сильно громко пилит тихо потому что потому что плохо пилит поэтому так так и инициативно да кстати почти пропилилили еще доска сырая поэтому все да но почти почти так ну что примере им что мы тут отпилили хотя в принципе тут ошибаться негде нормально ну да я думаю что ее можно уже и прикрутить давай крутить тогда главное прослабить еще не сильно криво это чё сразу на 10 не на 8 нереальные дюпеля будет на 10 так смотришь ровно было ты мне когда говоришь смотри чтоб ровно было я вообще не понимаю о чем речь ну я имею ввиду наклон нормально вроде было и теперь перфоратор сверло на 10 перфоратор держи ну вот эти дюпеля они конечно стоят что-то в последнее время как самолет еще не открывается пачка тут есть сверло на 10 вот такая пачка до 10 сколько здесь 10 раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять дюпелей стоит 14 евро да 17 я буду держать держи сверху чтоб по линии теперь наоборот да да иди бум 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 не на перфоратор сверлит вообще хорошо ну плюс сверла новая и фонарик у него есть это прям вообще удобно давай молоток молоток даю попал да я попадаю да я попала ну блокен декер конечно крутит мое почтение зверь просто ну вот смотри какая у нас стойка получилась такая солид солид как говорят французы такими лохмотьями делается ну теперь с этой стороны тоже рисуй так как на самом деле здорово когда есть бабушка и дедушка которые могут посидеть с детьми у нас сейчас дети на каникулах и приехала бабушка и она с ними сидит и мы с артёмом можем вообще об этом не думать у нас каникулы можно сказать у нас каникулы да так дай поближе ко мне сильно далеко давай вот так я готова я давно не был на чердаке давай посмотри как там дела там черепица наверху тут с тех пор как мы работали ничего не изменилось интересно как бы оно там изменилось здесь наверху прям жарко я бы сказал несмотря на то что идет дождь на улице теплое блин ну классная натуральная черепица то что вот на улице вроде идет такой приличный дождь а звука вообще никакого нету кстати все что считали мы у нас все под расчет все что нам считали в магазине у нас просто куча мне кажется всего осталось вот черепицы прям много осталось надо было ее сдать ой это я ее туда поднимала да айфигеть вот это я молодец какая была мне кажется что она тяжелее стал глаза закрывай все а еще блинчик все почти все так эту доску ты хочешь чтоб я вниз спустила да нет пусть тут пока лежит она одна будет мешать же так давай эту доску неси ну так чтоб сильно тяжелая давай сюда ну вот так как она там вот так вот так вот так да держишь я опускаю ну нет конечно я еще не не отделаете давай все перчатки вот так разворачиваем ставим столб у нас с тобой получился так ну вроде как и чудно остается нам вот эту поставить зафиксировать и посередине наверное еще одну и будет чудесно мне кажется уже даже стало не так страшно и так продолжаем конструировать мы наше ограждение на лестнице сегодня я приехал сам думаю померяю я все размеры которые мне будут нужны и поеду все таки отпилю все в размер дома на торцерезке потому что не охота мучить мне мою маленькую пилу в этом есть конечно плюс когда ты живешь недалеко не от стройки что если даже ты что-то и забыл либо что-то нужно сделать дома можно быстренько выехать вернуться и это сделать вот поэтому сейчас возьму пару таких шевронов поеду отрежу их в размер а потом тут на месте уже соберу эту конструкцию но боковины решили зашить просто осб это нас избавит от дополнительных работ по установке какой-то серьезной опалубки и в случае чего потом можно будет легко это открутить если нужно будет что-то поднимать нам типа гипсокартона либо еще каких-то листов была у меня еще идея сразу завести пару досок домой что-то предполагал я что я буду и все таки пилить дома тяжелая вроде полегче послушай всякая доска сухая довольно легкая тут парочку у нас попалась прям очень таких я бы сказал сырых но радует хоть то что она ровная на улице сегодня тепло но был дождь травы уже опять по колено опять нужно косить так неохота это делать отвлекаться на это кошение травы надеваться-то некуда косить все равно придется так вот после обеда я нашел себе помощников сейчас процесс пойдет быстрее сегодня мне будут дети помогать так продолжаем конструкцию нашей загородки сейчас пришли дети мне будет немного веселее а то что то я с утра заскучал по идее тут сложности быть не должно сейчас соберем все так в школе у нас уроков трудов нету будем обучать дома только смотри держать надо максимально ровно вот так видишь эмо ты держи палку вот здесь то он начнет давить вот и начинай крутить вверх крути и вверх доставать так ты не достанешь нажимай кнопку и вверх все видишь дырка готова что ну смотри что в глаза не насыпалась да не может быть просто она забилась сбегайте наверху может угол вот побежали и как всегда на перегонки как слоны тихо спускаемся вот поэтому и делаем эти загородки барьеры теперь давай проверим знание в геометрии как сделать чтобы линия была одинакова у нас перпендикулярно вот только прижимать нужно вот эту часть вот видишь и тут вот так рисуем теперь эту нырку на блин класс мне даже делать ничего не надо молодец вот эта часть вот эта часть она должна быть вот сюда она должна упираться в доску вот тогда будет ровно вот вот так центр бирки рисуем тебе тут не обязательно вот здесь будем сверлить ну по идее да по идее можно еще так но можно просто мы знаем что доска у нас 65 значит где-то 32 это центр что там прицелился ровно главное держи давай доставай давай вставляй нажимаем то само забыть давишь старайся давить только вниз не дави в бок моя попытка номер пять крутим убери палец от дырки лед ху лед ху лед ху вот дырка будет лед ху лед ху финаль да когда-то в далекой молодости я устанавливал одну из первых своих кухонь я сверлил дырку под ручку и вот так вот взял рукой вот так вот и вот так вот просверлил и в руку правда ну не таким сверлом конечно маленьким не сильно достал было неприятно дальше давай неси шурупы вот там вот на столе есть шурупы выбираем шурупы которые самые большие доски видели какие толстые ай-яй-яй да не деремся ну смотрим так чтобы снизу чуть-чуть он это самое выгляну все так ну вот давайте вперед аккуратно перчатками не трогаемся за резьбу а то перчатка начнет намазываться наматываться то есть держим шуруп только вот здесь вот ближе к шляпке вставляя и потихонечку крутим все уже можешь руку теперь убирать вообще сюда можно чуть придерживать вот здесь не бойся крути ты же видишь как вот здесь примерно как здесь будет руку не подставляй снизу паша скажет когда стоп все следующий сказал заведующий не бойся не бойся крути рукой возьми за шуруповер тебе проще нет сверху сверху вот так да это не страшно держи доску поздал так какие молодцы так мы точно скоро достроим жалко только что каникулы только заканчивается через неделю выглянул но если много значит назад закрутить а назад что закручивать надо нет вот под патроном вот там где ты но да вот эту в другую сторону да молодец все ура давай пашу не погнали аккуратно перчатка чтоб не намоталась ну еще еще вот так ну дальше теперь чуть сложнее надо будет закручивать сюда так ну и теперь остается нам закрутить сверху так паш держи кладем эту штуку сверху такой вот пошага это кошка у нас получилось основательная кстати соединяем наши было ровненько все мои помощники устали вы где делись дальше сверлим дырки и прикручиваем все это дюпелями не но тут будут маленькие кое-где шурупы можно будет закручивать я тебе дам так и а это дюпеля и 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 давай ты что-нибудь другое потом такое место что так я тебя сейчас начну дальше ты кто смотрит она хорошо давить до конца он должен зайти до перчатку сними одну будут да теперь давай 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 не успели мы чуть-чуть поработать уже звонит мама говорит что эми пора ехать домой и ждет тренер по шахматам надо заниматься так что едем заниматься ну что вы тут вчера без меня хорошо сделали да ну вроде как прям может быть мне больше не приходить на стройку смотрите молодые такие активные помощники появились они вчера так работали что я так понял скоро мы будем строится намного быстрее наверно наверно блин классно у нас получилось такая прям основательная конструкция это может быть не сильно красивым но зато точно аксель никуда не улетит потом когда они вчера пока вот это мы делали не относились как бешеную я думаю надо быстрей быстрее закреплять чтобы никто никуда не улетел вот это вот не положили мы здесь кафель смотри какая грязюка пыльно грязно вот это кстати чистая правда помню еще первый дом мы когда строили мы подметали подметали и водой брызгали и что только не делали и этот песок вот этот частички цемента пока не положишь какое-то покрытие невозможно все это дело выместить эту пыль вообще никуда не деть это ужас поэтому мы кладем кафель кладем потому что хотим чтобы было почищено надоедает нам эта пыль мы на на лестницу тоже кафель будем делать или или деревянная лестница будет деревянная чтобы на ней не расшибиться делаем ее в каком-то деревянном стиле я помню меня у родителей в доме лестница какой-то паркет у нас был не знаю откуда папа его достал в общем короче на лестнице лежит паркет а уголочки железные я столько раз там падал столько раз ударялась я не помню зачем надо было железные уголочки делать вообще ну тогда делали из чего было даже не было такого разнообразия согласна ну убираться вы я смотрю не пытались до вчера с уборки как-то вчера не дошло дело оставили маме как-то сегодня темно на улице потому что лет она не наступает даже весна не наступать ничего не наступает хорошо у нас инструменты фонариками все так будем пытаться зафиксировать убрать этот старый до старый убирай кончился носик можешь оставить у нас так сильно заросла трава его говорит трава так сильно заросла когда ты косить собираешься вот собираюсь как солнце выйдет так и сразу значит это будет еще не скоро это удивительно что не попал в арматуру обычно мастер попадать в арматуру и в провода вот это ей по зубам это ее размеры а а а и а а а Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ну остается нам тут какую-нибудь такую еще перилу придумать. Ну так, классно получилось. Главное, что мне нравится, что крепко. То обычно эти лестничные варианты иногда не собираешь, они как-то чуть-чуть шатаются. А здесь прям очень солидно. А самое главное, становится уже уютно. Прям как дома. Так, ну все, всем спасибо за внимание. Пока-пока!